Всем привет! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о стульчике для кормления от компании Joy. Это такой универсальный комбайн, который включает в себя 6 функций. Стульчик для кормления 6 в 1. Моделька у них называется Multi. Сегодня мы с вами его изучим. Посмотрим, что это за зверь такой. Так что, вот смотрите. Вот, собственно, я вам сейчас разобрал его. Как раз таки это у нас 6 функция. Playtime называется. Это у нас получается, ребенок уже, когда подрастет совсем, такой стульчик и столик. Столик для него получается. Сейчас вот это уберу. Соответственно, вот он здесь может там рисовать, что-то делать, лепить пластилином. В общем, все, что ему угодно. Кстати, вот сверху типа подноса с органайзерами, подстаканник, что-то еще. Вот, естественно, чтобы это можно было легко снять, постирать, помыть, точнее говоря. Вот, собственно, это его один вариант. Подножка, естественно, вот эта, можно ее убрать. Она регулируется по высоте, само собой, разумеется. Соответственно, вот это сейчас я пока уберу в сторонку. Вот, смотрите, как это работает. Вообще прекрасно. Вот сам основной стульчик. Вот он он. И, смотрите, здесь еще один функционал покажу. Здесь внутри спрятаны ремешки. Мы ставим его на обычный стул у кухонного стола. Вот на чем вы, взрослые люди, сидите. Соответственно, его можно использовать без вот этого всего. Элементарно вы куда-то летите отдыхать, чтобы не вести с собой весь стульчик. Стулья кухонные везде есть, правильно? Соответственно, берем только вот эту часть с собой куда-то в багаж или в машине в багажник, если на машине ездите. Вот, и к стулу ремнями крепим. Сейчас попробую где-нибудь здесь картинкой показать. Здесь у меня нет возможности вам это продемонстрировать. Соответственно, вот еще один функционал. Он же, естественно, убираем. Вот, все это прячется. Ну, прикольно. Естественно, все это можно снять, постирать. Вот это все прорезинено. Оно не боится влаги. Все очень легко моется. Само трассик, естественно, если запачкали, его можно постирать. Ремни пятиточечные, все как полагается. Так, ставим обратно. Все, защелкивается. Вот, собственно, установили. Что у нас здесь еще есть? Смотрите, вот то, что наклон спинки есть, это они тоже пассанируют как один из вариантов его использования. Типа положение отдыха у ребенка есть. Но оно полностью не горизонтальное. И поэтому с рождения, я думаю, что его использовать не получится. Вот. Соответственно, давайте сейчас мы с вами... Здесь, кстати, можно эту спинку тоже демонтировать. Это у нас, получается, тоже один из вариантов. И использовать чисто нижнюю часть тоже в дороге. Если мы будем путешествовать, с собой все не брать, можно его чуть-чуть уменьшить размер, убрав спинку. Вот. Но он и без этого маленький. Не знаю, зачем его будет снимать. Ребенку не облокотиться. Вот. Теперь давайте поставим его в такой классический для нас вид. Что для этого нужно? Вот эти вот ножки мы демонтируем. Вот они. Вот так. Дальше снимаем еще ножку. Еще ножку. Его пока убираем в сторонку. Мы за ним вернемся. Теперь нам нужно поставить ножки на основную часть. Вот так это все выглядит. Спереди у нас устанавливается вот это все дело на два сразу. Вот. Напомню, вот это регулируется под ножичком. Соответственно, если нужно, его можно транспортировать. Ну, реально удобно. У меня тоже стульчик Joy. Там тоже есть 360, по-моему, там называется. Младшего мы в ней, соответственно, в этом стульчике кормим. Там тоже есть колесики, но они там такие маленькие, что нужно ловить эти колесики, чтобы перекатить. Мне сначала это казалось легко, но на самом деле практика показывает, что нужно пытаться поймать и вот в этом положении перевозить. А здесь вот, смотрите, я как ни возьму, мне легко его перекатывать по дому. Ну, реально прикольно. По высоте, кстати, тоже можно регулировать. Смотрите, пять положений. Вот это пять, это внизу. Соответственно, вот вверху. Тоже под стол можно там как-то, естественно, приспособить. Дальше давайте ставим столик обратно. Все, соответственно, вот у нас стульчик в его классическом понимании. Здесь как бы, смотрите, еще один из вариантов его использования. Это все понятно со столиком. Можно еще, если ребенок подрос, снять вот этот и, соответственно, использовать его вот таким стульчиком. И если ребенок уже подрос, сюда не помещается, но нужно повыше посадить ребенка, соответственно, можно и вот так использовать его, вот такой вот стульчик. Это еще один из вариантов. Ну, реально рабочими, я считаю, здесь вариантами, это, естественно, его такой классический вариант. Вот так. И если столик вот этот не нужен, вот так вот подъезжаем к столу. Соответственно, так используем с обеденным столом. Под стол, естественно, мы можем опустить, чтобы ближе подъехать, чтобы уже стол был перед ребенком. По мере роста ребенка, это мы уже понимаем, когда это можно делать. Вот. То, что опускать вниз отдельно столик, отдельно стульчик. Не знаю, будет ли кто-то этим пользоваться, но вот видите, такой вот вариант есть. Может быть, кто-то и будет пользоваться. В общем, а в целом, такой хороший, добротный, достаточно интересный столик для кормления. Из минуса, вот я бы хотел, чтобы вот все-таки спинка больше немножечко наклонялась. Потому что, бывает, ребенок что-то игрался, игрался, раз уснул. Аккуратненько его положили, чтобы не достать отсюда. И он нормально себе спокойно поспит. В общем, собственно, и все. А так, в целом, как по мне, прекрасный. Здесь единственное, вот, а, кстати, как складывается, я вам сразу заодно покажу. Вот так он складывается. Вот это можно спокойно вот так вот прикрепить. И здесь он будет храниться, чтобы не искать его по дому. Не искать ему места, точнее говоря, куда его деть в доме. В общем, собственно, вот таким образом. Что касается качества, кстати, по бренду Joy. Я сам использую с младшим стульчик Joy. Мне нравится бренд Joy. Надежные, качественные. И именно как стульчик мне очень нравится то, что вот эта часть, это, ну, это не резина, естественно, что такое, что-то типа, не брезента. Ну, вот эти куртки, куртки, что-то подобное делается. Материал такой непромокаемый. И, соответственно, его очень легко чистить. Часто крошки куда-то накапливаются, забиваются. Сняли, вывернули под краном, прополоснули, все. Ну, вот этот, естественно, если надо будет, нужно матрасик постирать, постирайте. Но его можно смело вот так убрать и использовать его без этого матрасика. Он все равно мягенький и ребенку будет нормально. Соответственно, вот такой вот интересный стульчик от компании Joy. Шесть в одном. Все шесть вариантов, конечно, маловероятно, что кто-то будет использовать. Но основные я уже обозначил. Я думаю, что вполне себе нормальный столик для кормления. Возвращаем обратно. Здесь вот оно будет расширить. Все, все, на месте. Собственно, и все. Соответственно, все, что хотел вам рассказать, рассказал. Добавить мне больше нечего. Как по мне, классный вариант. Если понравился вам этот обзор, что-то для себя полезное подчеркнули, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Ссылка на этот стульчик с полными характеристиками внизу в описании. Там же его можете заказать, день в день привезут. В общем, с этим проблем у вас не будет. Так что, хорошего выбора могу вам только пожелать стульчиков для кормления для ваших детей. Всего доброго!